Продолжаем знакомиться со старыми, но не забытыми топами видео ускорителей от зеленой компании. Сегодня у меня в руках GTX 280, 13-летняя видеокарточка. Предыдущие две линейки, 8000 и 9000, не имели принципиальных различий между собой, кроме техпроцесса и частот. Эта же карта построена на более свежем 65-нанометровом техпроцессе. У нее 240 CUDA-ядер и целый гигабайт GDDR3 видеопамяти. И очень широкая шина в 512 бит. Что примечательно, частота GPU снизилась по сравнению с топом предыдущего поколения. Теперь это смешные на сегодняшний день 602 МГц. Из-за своего возраста видеокарта поддерживает DirectX максимум 10-й версии. Из-за этого мы не можем запустить современные, но даже какие-то нетребовательные игры. Предельное энергопотребление у GTX 280 в референсном исполнении достигает 236 Вт. А у отдельных экземпляров почти 300 Вт. Что в два раза больше топа прошлого поколения. 9800 GTX Plus. И на уровне с современной RTX 3070. Перейдем к тестам. Старые игрушки я тестирую в 720p и только. Во-первых, это похоже на старое квадратное разрешение. А во-вторых, это позволит нам когда-нибудь сравнить эту старушку с чем-нибудь современным вроде RX 550 или GT 1030. Ну а вообще у нас тут i7-8700K на 5 ГГц. Шустрая DDR4 в двухканале. И вообще эту видеокарту мы тестили под Windows 11. И удивительно, что все без проблем друг с другом работает. В бенчмарке CSGO на киберспортивных низких настройках получаем в среднем 174 FPS. Которые удовлетворят большинство игроков. 289 кадров в секунду видим в CS Source. И полностью упираемся в процессор. С загрузкой видеокарты в половину. Удивительно. Напомни, пожалуйста, в комментариях мне как-нибудь протестить эту карту на Core 2 Duo, Core 2 Quad, чтобы понять, как по-настоящему плохо все было в те времена. Сталкер Тень Чернобыля идет в 112 FPS. И максимальными настройками с полным динамическим освещением. На низких настройках в легендарной Saints Row 3 имеем 88 кадров в секунду. Far Cry 3 на низких. 70-80 FPS в деревне. А вот FPS-монитер закапризничал. Пришлось извращаться с фрапсом. Crysis Warhead. Низкие без сглаживания. 54 FPS. В принципе, можно было бы и поднять немного разрешения. Самые низкие настройки в ужасно неоптимизированном проекте Assassin's Creed 4 Black Flag не помогли добиться комфортного геймплея. Наблюдаем слайд-шоу в 10-15 FPS. Итак, несмотря на свой немалый возраст, GTX 280 показывает приличную производительность в классических играх и, может быть, современных популярных киберспортивных тайтлах. Но 1 ГБ видеопамяти и отсутствие поддержки современных версий DirectX полностью запрещают нам использовать эту карту в основном компьютере даже в роли временной затычки. Окончательно ставят крест на использование этих карт в современных системах и ее безумный теплопакет в более чем 200 Вт и теплораспределительная крышка между системой охлаждения и кристаллом. Как видите, у меня есть две 280 и обе рабочие. Если мы с вами наберем 500 лайков под этим видео, я протестирую эти две карты в SLI. Без этих лайков мне не хватит храбрости противостоять постоянным глюкам драйверов, FPS-монитора и... Особенно FPS-монитора в играх от Ubisoft. Это такая дичь. Вот такой вот интерактивчик. Ты лайкаешь, а я страдаю. Вообще, пока я готовил это видео, мне безумнейшее количество человек сказали, что я дурак и надо было покупать 285, а не простую 280. Так-то оно так. Но я хотел именно 280. Именно о ней я мечтал в те времена, когда она была актуальна. А вот уже вместе с 280 вышло 295, которая двухчиповая, которая новой ревизии и у которой оба чипа на одной плате. Не было того бутерброда, как у первой ревизии, где одна плата с одним чипом, система охлаждения и вторая плата. Так вот, я к чему это все? Если в те времена, о чем и надо было мечтать, то только о такой новой 295. Но ни в коем случае не о 285. Поэтому 280 это самый настоящий топ в моем сердце. Пиши в комментариях, о каком железе ты мечтал раньше, о каком мечтаешь прямо сейчас. И не забывай подписываться на канал. У меня еще полно подобного старья. И интересно же посмотреть, что оно может прямо сейчас. Что оно могло тогда. Насколько разумно было его тогда покупать или не покупать. Вот сейчас мы все и посмотрим. Подписывайся, лайкай и не забывай, пожалуйста, про комментарии. Мне действительно очень приятно, если ты что-нибудь полезное там напишешь. И это поможет развитию канала. Пока. Класс.